Хрюхрюшечки мои, утонувшие в грязи. Привет, друзья и подписчики моего канала. Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы. Сегодня мы решили вычистить наконец-то нашу клетку под свиньями. Здесь были запущены китайские бактерии в синей упаковке. В общем, какие у меня впечатления от китайских бактерий в синей упаковке. Все это китайская, разбавленная какая-то борда. Явно, что бактерий там очень мало содержится и справляются очень плохо. Надо все время подсыпать, а если у вас проблемы с подсыпаниями, то, соответственно, они будут плохо работать. Но, тем не менее, мы перенаселили ее, и она превратилась в вот такую жижу. Перенаселили мы тем, что запустили сюда двух взрослых свиней, вот свиноматку, их река. А вообще надо было содержать только одну свинку. Но здесь вопрос комплексный. То есть, здесь надо обязательно расстелять эту клетку, менять все и запускать заново. Запускать заново китайские бактерии в синей упаковке я не буду, потому что мне нравится, как работает биолатик. Биолатик работает лучше. Даже при населенке он себя так не показал ни разу. Хотя у меня частенько случается, что перенаселенка в клетке. Вот, например, вот, например, вот в этой клетке содержится свиноматка, которой вот-вот надо пороситься. Вот она как раз живет на биолатике. Вот здесь у нее сухо, чисто, вот, и клетка работает нормально. Пока у нас проблема перенаселенки сохраняется, и мы строим загон, чтобы нам расселить маленьких поросят и свиноматок. Ну, чтобы все-таки что-то сделать полезное для наших свиней, чтобы их вот таким образом не мучить в грязи. Мы сейчас наш мобильный вот этот вот, вот этот сарайчик, точнее, вот это отделение мобильное сделали опять. Но перегородочку поставили. Сейчас сюда запустим маленьких поросят, отделим от мамки, тем более уже давно пора. Вот. Загоним в станок, во второй станок загоним свиноматку, потому что ей вот-вот уже рожать. И вот эта свиноматка, ну, она придется ей немножко подождать в своей очереди, когда она выйдет отсюда. Ну, ничего, отдохнет зато от поросяток. Поросятки себя уже чувствуют хорошо. Они оправились от поноса, они пережили нормально кастрацию, у них аппетит хороший. Привесы, ну, наверное, нормальные, не знаю, надо взвешивать, смотреть. Ну, а сейчас мы первым делом будем поросят пересаживать. Субтитры сделал DimaTorzok Косят перегнали, теперь остается перегнать свою матку в станок Дело крайне трудоемкое Но если она поймет, что мы от нее хотим, может быть и не очень Останки, внимание! Марш! Сильву Флея! Мадемуазель ожирела! Ожирела, мадемуазель! Давай, иди ко мне, иди, иди, иди Мимо! Девчонки теперь здесь посидят Вместе Ну, а мы будем вычищать эту жижу Какой кошмар! Сколько работы предстоит! Я надеюсь, это последнее то, что вы увидели Некрасивого и грязного Потому что сейчас мы все вычистим И перезапустим И все будет опять у нас красиво, чисто И без запаха Видимо, прилетела делать гнездо Пытается определиться Где ей гнездо делать Ишь ты! Ишь ты! Ишь ты! Ишь ты! Как летает классно! Процесс смены подстилки На самом деле очень трудоемкий Я, наверное, больше всего не люблю это делать Вот, менять Но, к сожалению, вот не получается Сделать все один раз И чтобы вот работала три года несменяемо Если хотите узнать мое мнение Лично мое мнение По поводу всех этих бактерий Которые продаются на рынке Дело в том, что они работают все Это на самом деле так Они работают Но вопрос, сколько по времени они работают И тут я как бы отдаю предпочтение биолатику Потому что два года я с ним уже сотрудничаю Ну, сотрудничаю в каком смысле? Я у них покупаю бактерии для свиней Но из-за того, что у меня не идеальные условия То есть у меня нету деревянных полов Нет деревянных боковин А выкопаны земляные ямы Из-за этого у меня повышенное содержание влажности Вот в этих ямах Это уже минус для меня лично Плюс у меня стоят коровы С них течет моча в эти ямы Тоже минус И еще у меня здесь непредвиденных ситуаций Очень много всяких Когда у меня остаются свиньи Или мне некуда их расстелить Вот сейчас мы пытаемся решить эту проблему Постройкой загона для поросят И когда происходит перенаселенка Любая бактерия, абсолютно любая погибает Поэтому если, в общем-то, выполнять все условия Которые пишутся на упаковке Четко выполнять То, конечно, бактерии все живут И это очень удобно Очень удобно не вывозить навоз А еще мне очень нравится, что у меня в сарае не воняет Вообще нет свиного запаха Он появляется только в тот момент Когда мы вот наших свиноматок Вот туда, в то отделение, в станки ставим И то мы у них каждый раз подчищаем Но все равно Потому что навоз там в чистом виде А здесь этот навоз сразу же перерабатывается бактериями Ну, в общем, сейчас мы будем этим, наверное, заниматься Даже, наверное, ни день и ни два Потому что своими силами потихонечку будем заменять Засыпем туда, ну, где-то мешков 60 опилок новых, свежих Засыпем полпачки Я полпачки хочу засыпать бактерий Немножко побольше, чем положено И будем запускать сюда одну свиноматку А хрека ставим в той клетке старой Где уже запущен биолатик Ну, где он уже давно работает Вот, потом наш папа, я надеюсь, доделает загон И мы перегоним молодняк в загон Пока у нас он будет здесь, в нашем сарае томиться В тесноте, но не в обиде Вот, и будем ждать опороса свиноматки Следующей и следующей серии про роды у поросят На этом все Пойду работать Если честно, не работать, а отдыхать Потому что я сегодня уже напахалась Пойду отдохну Смонтирую вам это видео Пожалуйста, поставьте лайки Подпишитесь, кто не подписался До новых встреч Пока-пока А все-таки ласточка совьет здесь гнездо И каждый год это происходит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok